Всем привет, дамы и господа, вы на канале Отличник Лайв, и это мой новый видеоролик спустя два месяца. Скажите, почему ролики не выходят так долго? Этот разговорный ролик именно для вас, в котором я расскажу о секретах похудения, о том, чем я буду в дальнейшем заниматься, какие я предметы буду на ИГС давать, и, соответственно, расскажу, почему не выходят видеоролики так часто, как вы, собственно, ждете. Давайте начнем с того, почему все-таки не получается выпускать ролики и свяжу эту тему с ИГЭ. Поскольку я сейчас учусь в 11 классе, я закончил в 10, поступил в 11, и, учитывая ту программу, которая дается в школе, и то, что мне нужно готовиться к ИГЭ, я не могу совмещать съемку видеороликов и, соответственно, учебный процесс, потому что делать нужно акцент на чем-то одном, чтобы добиться какого-то желаемого совершенства или результата, например. Но в моем плане совершенства, потому что если я буду давать себе слабину, то ничего хорошего не выйдет. Сдавать я буду на ИГЭ следующие предметы, это такие как литература, общество знания, русский язык и математику, базовую, скорее всего. Это для тех, кто, соответственно, также находится в той образовательной паутине и день и ночь, так сказать, день и ночь грезит об одних и тех же интересных предметах, об одних и тех же дидактических материалах и так далее. Вот. Почему именно литература? Почему, скажете, не история, я же историю говорю, буду сдавать. Вот. Литературу я сдаю, потому что хочу в дальнейшем попробовать подать документы на творческую специальность в творческий вуз. То есть, но считаю это тем как-то более личной, такой творческой и мечтательной. Поэтому, скажу вам так, что запасная подушка у меня есть, она в виде общества знания, и если, например, я захочу, то я могу подать документы в местные вузы города Краснодара, либо там куда-нибудь в другой город, на факультеты социологии, государственного муниципального управления и на прочую, значит, субъективную культуру, связанную с обществом. Вот. На этот вопрос, я думаю, вам ответил. Поэтому видеоролики не выходят часто, поэтому у меня даже не получается совмещать это с моим игровым каналом. У меня два целых канала, один канал Ливонти, на котором 20 тысяч подписчиков, и мой основной канал, на котором уже 730 тысяч подписчиков. Но, думаю, что в дальнейшем, так как я подрастаю, у меня меняются интересы, я думаю, что они у вас будут тоже меняться, и все-таки аудитория уходит, аудитория приходит, и со мной остаются мои верные подписчики, верные люди и те, кому интересна моя светская шепотная жизнь. И я очень вам благодарен за это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игровая мышь Rival 3 оснащена уникальной яркой RGB-подсветкой и новым датчиком, повышающим производительность, а также она невероятно прочна. Благодаря этому ей удается буквально ослепить всех соперников. Rival 3 – это полноценная игровая мышь с ультрасовременными технологиями, разработанная специально для геймеров и продающаяся по доступной цене. Мышь Rival 3 изготовлена из сверхпрочного полимера, что обеспечивает долговечность и весит всего 77 грамм. Устройство оснащено новым оптическим датчиком Troom of Core, разработанным SteelSeries. Этот датчик демонстрирует большой отрыв по производительности от соседей по ценовому диапазону. Традиционно игровые компании используют обычные сенсоры для мышей по такой цене, но SteelSeries, сотрудничество с PixArt, создало совершенно новый игровой датчик эксклюзивно для Rival 3. Troom of Core 8500 CPI был разработан специально для максимально точного отслеживания на экране. Любое движение мыши моментально воспроизводится. Устройство также оснащено клавишами, рассчитанными на 60 миллионов нажатий, и встроены памятью, рассчитанной на хранение до 5 профилей CPI. Настроить работу мыши можно при помощи SteelSeries Engine. Рекомендую пройти по всем ссылкам в описании. Вот. Давайте немножечко про смену имиджа. Начнем с того, что я в начале марта 2019 года и последующие месяца уже думал о смене имиджа, поскольку, когда мы ездили за границу либо в какие-то другие места, мне банально просто не очень нравилось, когда, например, ты искупался в бассейне, и у тебя как бы висит вот такая челка, то есть вот такая мотня на пол лица. Это просто, это банально. Вот. И как-то хотелось мне сменить свой имидж, то есть то ли побриться на лосо, но не так на лосо, как Дмитрий Нагиев, как Гоша Куценко на лосо, то есть оставить какой-то пуш, как Гарик Погорелов, например, в том же самом Калфман Лейбре. Но моим мечтам, к сожалению, не было места сбыться, потому что я хотел оставить свой этот чуп, мне уже как бы нравилось его забивать, мне нравилось его сушить феном и так далее. Вот. И к имиджу больше ничего не дополнялось. Дополнялись только вот эти мои очки круглые, как у Гарри Поттера. Я эту оправу сейчас не ношу, только дома бывает одеваю, потому что она не подходит к данной вот стрижке. То есть это выглядит реально уродски. Вот. И почему я подстригся на лосо, например, вот в этом летнем? Это связано непосредственно с похудением, потому что начал я худеть, соответственно, и хотелось мне изменить все в своем стиле. Одежду, манеры, разговор, диалектика, творческие концепции. Мне хотелось все поменять. И поэтому я решил начать именно с одежды, после чего я поменял стрижку и, соответственно, потрился на лосо. Вот эту фотографию вы сейчас видите, это был я подстрижен на лосо. Сейчас у меня не такая лысая стрижка, у меня уже как у Федука какого-нибудь у Noiza MC, да? Вот. Но я собираюсь вновь отращивать тот объем волос, который у меня был, потому что мне не очень нравится то, что так очень коротко. Вот. Начнем теперь про похудение. Про имидж, я вам сказал, просто хотелось что-то поменять. Вот постепенные какие-либо перемены. Вот. Теперь начнем все-таки про похудение. Это вопрос, который мне задают абсолютно все. И никто, к сожалению, не получает на него ответы. Потому что я, во-первых, затрудняюсь ответить, потому что у меня нет никакой точной, строгой диеты, которую я соблюдаю. У меня нет никаких пищевых расстройств и прочих болезней, которые мне понаприписывали в Инстаграме, в ТикТоке. И слава Богу, я думаю, что нет. Слава Богу. Вот. Начнем с того, как я похудел. В марте месяце этого года я даже не подозревал то, что я соберусь вообще как-то либо худеть, сбрасывать свой вес, когда я весил 86 килограмм при росте метр 76, метр 78, где-то так я. Вот. И я типа не подразумевал, что буду сбрасывать свой вес. Я хотел когда-то потом, уже после сдачи экзаменов, после того, как пройдет какой-то жизненный промежуток времени, и я запишу спортивный зал, пойду заниматься. Но поймите, что это всего лишь «я пойду», «я соберусь». Это как глагол «to be», «I'm going to be». То есть это не точно. То есть «I would», «я бы». Но тут, к сожалению, все именно так и было. И в марте этого года мы вместе с родителями, со всей семьей, договорились, что, соответственно, будем менять мою улыбку и ставить брекеты. Мы пришли в замечательную стоматологическую клинику, которая называется «Эскадент». Находится она в юбилейном районе города Краснодара. Вот. И мы пошли туда. И, соответственно, мне было принято решение исправлять вот эти огороды, которые у меня на верхней челюсти, на нижней, и мне поставили брекеты. Понятное дело, что ставя брекеты, вы даже не подразумеваете, какое количество ограничений на вас накидывается. Это не запугивает людей, потому что, во-первых, брекеты нужны все-таки. Они нужны. Без брекетов вы, соответственно, не выравните вашу улыбку до того состояния, которое вам нужно. Вот. Безусловно, когда вы ставите брекеты, нападает куча ограничений. Например, вы не можете там кушать жесткую пищу. Это жесткая пища, например, те же самые яблоки. Вы не сможете кусать, потому что будет создаваться, соответственно, дискомфорт. Вы не сможете есть сладкое, потому что это будет налипать нам брекеты и оставлять неприятных след. Придется ирригаторам прийти это вычищать. Никаких красящих веществ вам нельзя кушать. Красящие – это те же самые, например, чипсы, газировки колокола и так далее, потому что это будет просто красить эмали и убивать ваши зубы. Потихоньку. Давайте кариес. Вот. Поэтому я от многого всего отказался. До этого я мог там есть, например, чипсы, пить колу и так далее. Сейчас я этого вообще... Я забыл уже, когда пил колу на самом деле. Колу пил я последний раз, наверное, пол или более уже года назад, в общем. И так же с чипсами и с прочей неприятной пищей для меня на данный момент. Вот. Соответственно, конечно, постепенно этот процесс, когда у вас стоят брекеты, ваш ребенок начинает чувствовать дискомфорт, и он со временем адаптируется к этому дискомфорту. То есть у вас он постепенно начнет пропадать. И, соответственно, уже организм, соответственно, вместе с вами будет редактировать ту или иную пищу, которую вы даете ему на обед, на ужин, на завтрак. И некоторые, например, продукты будут убирать, говорить то, что, ну, данный продукт мне, например, неудобен, неприятен, потому что он будет создавать, во-первых, дискомфорт, то есть все будет наматываться на брекеты, мне опять придется чистить, вычищать, поэтому я этого не буду делать. Также и с мясом, там, свинина, говядина. То есть если вы мясо съедите, именно такое, знаете, жестко сваренное, да, то, понятное дело, брекеты забьются, и, соответственно, нужно будет чистить зубы. Люди не готовы чистить зубы постоянно после каждой, после каждого према пищи. И, например, там, если кто-то собирается все-таки почистить зубы, да, они чистят, но некоторые частички все равно мелкие остаются, и они, соответственно, начинают гнить. Это неприятный процесс, поэтому приходится от этого все равно отказываться, но при этом всю пищу, которую вы хотите, вы можете спокойно употреблять. Но при этом количество пищи меняется, и, соответственно, настает то самое, что называется калораж. Про калораж я узнал уже позже, когда похудел до 67 килограмм. Это ошеломительный результат. С 86 до 67 – это почти 20 килограмм. 20 килограмм, е-мое. Вот. И скажу вам так, что калораж, например, это рассчитывается пища в калориях. То есть сколько, например, в день вам нужно съесть, чтобы там не потолстеть, не поправиться, или чтобы поддержать, наоборот, ваш вес. И когда у вас стоят брекеты, данный калораж у вас не получается соблюдать. Особенно когда у вас там удаляют, например, восьмые зубы, да, вы неделю просто ходите со швами во рту, и ничего не можете есть, кроме одной пюре там и каких-нибудь там протертых продуктов. Вот. Так что, мало, конечно, приятного в этом, но все-таки это стойко. Нужно выдержать, перетерпеть, перебороть и дойти до совершенства, до идеала. Вот. Поэтому никакого секрета похудения нет. Просто я себя сдерживал. Я думаю, что это сила воли. Это тот самый пример, который я могу поставить, например, в стойкий перечень тех примеров, которые могут люди, значит, подкидывать, как карты в дураке. Вот. В качестве сила воли. Воля сила, сила воли. Вот именно она и здесь. Исключил я мучное, сладкое и вредное. То есть питающие только здоровой пищей, нормальной, которую едят, например, каждый здоровый такой мужицкий россиянин. Такой. Эх. Дамы и господа. Так что вот так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я поговорил. Рассказал вам о секрете похудения, что это брекеты, что это сила воли. Любой из вас может похудеть. Любой из вас может сменить имидж. Любой из вас может стать ЕГЭ по литературе. Поэтому ждите новое видео. Будем с вами готовиться к ЕГЭ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...